Совещание начали с финансовых итогов прошлого года. Доходы областного бюджета составили 71 миллиард 65 миллионов рублей. Налог на прибыль более 18 миллиардов рублей. Это рекордный показатель налога на прибыль как по темпам, так и по абсолютной величине. При этом его доля в собственных доходах выросла с 21 до 26%. Поступление по НДФЛ составили 18 миллиардов 600 миллионов рублей. От финансов перешли к демографии. 2024 год объявлен президентом России Владимиром Путиным годом семьи. В Ульяновской области этому посвятят целый ряд мероприятий. Уже создан оргкомитет по подготовке к событиям. Старт года семьи будет дан 23 января на выставке в форуме «Россия в Москве». Это однозначно мероприятие, которое будет направлено на популяризацию традиционных семейных ценностей. Это также проработка наших демографических программ, которые были приняты в прошлом году. Это работа со СМИ и с нашим подшефным Утугинским районом. И проведение всевозможных тематических конкурсов и мероприятий, которые также будут направлены на укрепление традиционных семейных ценностей. Новогодние рождественские праздники прошли в Ульяновской области спокойно. За каникулы в регионе произошло 120 преступлений. 76 раскрыты по горячим следам. Общественный транспорт работал в штатном режиме. 2 и 3 января из-за ветра и снегопада вводили временное ограничение движения автобусов по областным и междугородним маршрутам. При этом самолеты летали строго по расписанию и без задержек. Услугами авиаперевозок в целом за период новогодних праздников воспользовалось 9,5 тысяч пассажиров. А это больше, чем в прошлом году, на порядка 10-12%. Движение поездов выполнялось по графику. Ежедневно курсировало 14 пригородных поездов. В данный период перевезено чуть более 5 тысяч пассажиров. 19 января Ульяновская область отметит 81-ю годовщину со дня образования. Подготовка к празднованию идет полным ходом. Концепцию мероприятия посвятят также году семьи. День Ульяновской области аккумулирует важные для страны смыслы. Позволит рассказать об истории края и страны. Продолжается специальная военная операция. Тем, кто сейчас находится на передовой, их семьям будет уделено особое внимание в программе дня области. Основные мероприятия, посвященные знаковой дате, пройдут в период с 16 по 21 января. Завершая совещание, губернатор Алексей Русских поручил Кабинету министров настроиться на продуктивную работу с первых дней Нового года. В 2024 году предстоит решить много сложных задач. Это и оперусы, связанные с заменой сетей, это и благоустройство территории, создание комфортной среды, это и помощь семьям мобилизованных, помощь ребятам, которые у нас в зоне специальной военной операции находятся. Я уверен, что все эти задачи мы решим. По словам главы региона, для решения поставленных задач необходимо усердно работать. 2023 год показал, что управленческая команда региона может работать эффективно. Об этом говорит рост доходной части областного бюджета. 2024 год для Ульяновской области должен стать еще более продуктивным.